Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и сегодня суббота, утро и пора бы нам заняться делом Так, в костях видно даже сквозь аквариум Я хочу сделать сценку вот с этим котенком Я его поставил в такое хищное, видите, расположение Вот так он у меня смотрит хищно В аквариум, там должна плавать какая-нибудь экзотичная рыба Желательно рыбошар, потому что она тогда объем большой будет И видно хорошо, и она такая экзотическая Я создал аквариум по своему же туториалу Я немножко подзабыл, сделал воду, сделал стенки аквариума И теперь нам надо пойти и изготовить этого самого рыбину Это мы сейчас сохраним Так, а сами пойдем и откроем что-нибудь новое Допустим, генеральное Так И нам надо подгрузить этот самый референс Потому что очень понравился Так, как всегда мы вот тут отведем место для этого Референса Потому что мне удобнее, когда вот это на месте стоит То есть открыто все Если я ставлю сюда, здесь все смещается вниз Мне это не нравится, лучше это поле занять Так, и мы скажем Ивен Сидита Ивен Сидита Ивен Сидита Ивен Сидита И в аквариум не хотел добавить Ну, по сути дела, это не что иное, как кругленько такое айцо Поэтому сейчас мы тут уберем квадрат И вместо него поставим круглый квадрат Или же Да, нет, поставим круглый Где-то здесь вот есть квадрат круглый У него есть особенность Если мы поставим здесь однярку А здесь, допустим, 16 Да, он примет вот такую форму хорошую Для скульптинга уже вполне достаточно Единственное, сделаем чуть побольше Чтобы удобнее было работать так И сразу пойдемте в скульптинг В скульптинге возьмем вот Вот эту кисточку Эластик деформации Мне больше всего нравится с ней работать Поставим X обязательно Увеличим ее F Чтобы захватило И потянули Больше нам и не надо Смотрим сбоку, конечно Если сильно увеличили То можем вот так пузо еще увеличить Отлично Так, что касается Вот этих вот выдвиженцев Я имею ввиду вот эти вот Лобники и так далее Все Мне это мало волнует То есть там поставить Кругляшки Из них вытягивать все что угодно Это понятно Меня больше волнует Вот эта часть Нам придется вдавливать И вдавливать довольно таки хорошо Давайте посмотрим спереди Кстати, мы видим Что она вытянулась А поперек-то тоже надо ее Сделать Круглое так Круглое Чего что Стесняться Так Глаза Ну это всегда Несколько проблематично Можем взять вот этот Уменьшить их немножко F Вот так Допустим Не, ну тут В общем-то Как Можно сделать M И нарисовать эти глаза Здесь Конечно Можно так сделать Я думаю Так вот хорошо будет И единственное Что Мы должны сказать Сейчас Подождите Прежде чем это делать Мы скажем С вами Сколько Есть Ремеш Сейчас Посмотрим Сколько там Ремеш У нас 0.11 И давайте Ремеш Сделаем Сделали Да Ну вот Сейчас Посмотрю Слабенький Ремеш Конечно Слабенький Ничего Круглые Глаза Вот такие Находятся Именно там Где Нужно Так Теперь Говорим Ctrl И Все равно Мне кажется Грубоватый Сейчас Проверим Где У нас Управляющий Inflator Вот туда Вот туда Да Уберем Уберем Это Я говорил Что оно Слишком будет Это Слишком грубо Поэтому Ремеш Сделаем Или Говорим Ctrl R Вот здесь Вот Тут Можно Выбрать Да Давайте Вот так Оставим И скажем Ремеш Все Теперь Она Заремешилась Теперь Мы можем Глаза Нарисовать Нет Это Нам Не надо Нам Надо M Маску И Попробовать Нарисовать Кругленькую Масочку Вот Так Видите Это Уже Будет Более Интересная Маска Глазище Здоровый Должно Нормально Все Делаем Единственное Что Возможно Надо Было Выше Я думаю Что Тут Где-то Надо Большие Вот Так Ну Дальше Вы Знаете Inflate И Понеслась Inflate А Ctrl И Вот так Теперь Inflate Внутрь Вот Теперь Это Очень Красивая Ровная Штука Отлично Дальше Далее Берем Голодилку Нашу Разглаживаем Здесь Мне Не Очень Должно Беспокоиться О Количестве Полигонов Здесь Потому Что Здесь У нас Как раз В этом Нет проблем Это не будет Анимироваться Это будет Только Так Делаться Теперь Сразу Сделать Это Могу лица Да Внутрь Так Вот Или нет Набросаем Сюда Сейчас Глины Сначала Такое Достаточное Количество Глины Набросаем Немножко Разгладим Еще Одну Нам По идее Сжать Это Надо Голи Острый Сделать Но Это Мы Сделаем Пока Мы Сделаем Еще Одну Здесь Поменьше И Тоже Ее Сгладим Вот А теперь Нам Надо Произвести Здесь Такие Действия Так Какая Из них Самая Лучшая Вот Это Какая Могу Воспользоваться А если Это Поменьше Я Правда Что-то Такое Хочется Да Ну Нам Надо Ее Заострить Чем Ее Можно Заострить Вот Это Нет Это Могу Все Испортить Только Можно Только Все Испортить Так Какая Для них Будет Самый Подходящий Скраб Допустим Вот Так Да Здесь Продолжить Стринч Побольше А ее Поменьше Хотя Такое Сделаем Злобную Ребешку Сделаем Здесь На вороте Немножко КВ Почему так Мало Кладет То есть Несмотря На Референс Мы Все Так Делаем Как Бо Свою Рыбу Использую Референс Просто Как Картинку Так Так Ну Туда Внутрь Я бы Углубился Еще F Так Вот Сделал Так Злобную Так Рыбища 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 Рыб stimul Рыбища Рыбища Рыб alkSome так единственное не нравится такое ощущение что нам надо еще пускай так будет все тут мы еще зубы выставим это понятно что у нас со временем 17 минут еще нормально тогда нам придется еще раз это дело ремешить и сказать вот до до 100 сказать лишь чтобы у нас получались чтобы у нас получались вот эти пики так зараза как сделать так чтобы они не шли в эту сторону здесь я сбоку буду смотреть они будут в эту сторону если с этого буду смотреть то в эту сторону я думаю этого достаточно будет так и еще нам нужны жабры и забыл про них вот так пикель от него убрали так делаем чуть поменьше и прорисовываем эти жабры но это совсем уже никуда я думаю так вот достаточно нет недостаточно так секундочку ребята я чуть побольше сделаю вот этот чуть больше надо конечно это маловато вот так я думал будет хорошо ну как у как вот то что надо а здесь мы еще можем поставить парочку Звукусмотрим. Делаем парочку пикелей вот таких. Всё, так, теперь здесь. Переходим опять сюда и добиваем его. Вот так, да? Меня больше интересует сжатие вот этих вещей. Так, ну как же их сделать-то? Если я сделаю побольше, сейчас проверим. Нет, вот это, это же вот сжатие, насколько я помню. Ну конечно. Вот, это почти то, что нужно, да. И немножко сгладим вот тут. Вот. Теперь это точно то, что мы хотели. А далее надо идти... Так, сейчас я подкрашу ещё здесь немножко. Я правильно говорю, потому что это кисти, в конце концов, и они подкрашиваются. вот тут вот тоже мы его загладим вот так вот. Я думаю, этот мы хороший сделали задаточек. Такой он, рыбный. Ну, не хватает немножко хищности, то есть такой неприязни к ишаку. Ну как бы должен быть вот так, вот так. Кто-то такой. Не знать, не знаю. Вот, а то чуть у нас улыбка не получился. Ну, дальше идём теперь обратно. сюда. Вот. И тут делаем следующее. Нам нужны глаза, но не просто глаза, нам нужны глаза с веками. А веки мы сюда, пусть пандорим. То есть давайте так и делать. Мы берём с вами Mesh, а пусть мы берём вот этот. Сферу. Сразу же берём. Большая гнус рыбы, кстати. Судя по сфере, намного раз больше. Так. Смотрим спереди. Берём сферу сюда. Сразу же её разворачиваем, делаем как, говорим, и R, X и на 90. Вы знаете, зачем это? Чтобы у нас центральное получился зрачки там, где надо. Хотя мы по-своему будем делать это. Понятно. G. G. Ну нет. И теперь не надо было так делать. Потому что я передумал. Я буду выпучатые глаза делать здесь. Так. Давайте увеличим. И потащим туда, куда нужно. Время у нас поднимает. Давайте в следующем сделаем. Продолжение следует...